Махабхарата. Адипарова. Книга первая. Перевод с санскрита и комментарии Кальянова. Под редакцией Академика Баранникова. Издательство Академии Наук СССР. Москва, Ленинград. 1950 год. Поклонившись Нараяне и Нари, величайшему из мужей, а также богине Сарасвати, должна затем возгласить «Победа». Глава первая. Сын возницы Ламахаршаны Угрошравас, искушенный в Пуранах сказитель Сута, однажды в почтительном смирении пришел в лес Наймеша к великим Риши, непреклонным в обетах. Мудрецы те спокойно восседали при совершении 12-летнего жертвоприношения Шаунаки, прозванного Кулапати. Когда Угрошравас достиг обители жителей леса Наймеша, там его окружили отшельники, чтобы послушать чудесные сказания. Почтительным сложением ладоней он приветствовал отшельников, и, будучи сам почтен благочестивыми, спросил их о преуспеянии их подвижничества. Когда же отшельники все снова уселись, сын Ламахаршаны смиренно занял указанное ему место. Видя, что он расположился удобно и отдохнул, один из мудрецов, начав разговор, спросил его, «Откуда ты идешь, о сын возницы, и где ты проводил время, о Лотосаокий? Поведай мне о том, когда я спрашиваю тебя». Сута сказал, «Я наслушался разных сказаний, священных и чудесных, включенных Кришной Двайпайной в Махабхарату, искусно и в соответствующей форме, рассказанных Вайшампайной во время змеиного жертвоприношения великодушного и царственного мудреца Джанамиджайи, а также и в присутствии самого владыки царей, сына Парикшита. Я также посетил многочисленные места священных омовений и другие святые места и побывал в той священной стране по названию Саманта-Панчака, населенной дважды рожденными, где некогда происходило сражение между потомками Куру и сынами Панду и между всеми другими царями. Оттуда я пришел сюда, чтобы повидать вас. Все вы долговечны и являетесь для меня Брахмой. В этом жертвоприношении вы, высоко счастливые, обладаете блеском солнца и огня. Вы чисты, ибо совершили омовение. Произнося о шепотом молитвы, вы совершили возлияние священному огню. Вы удобно расположились на своих местах. Что же я должен рассказать вам о дважды рожденные? Священные ли сказания, собранные в Пуранах и содержащие предписания о нравственном долге и мирской пользе, или же деяния царей и великодушных мудрецов? Мудрецы сказали, Предание, рассказанное Двайпайной, величайшим мудрецом, удостоившееся высокой чести, так, как оно было прослушано богами и брахманами мудрецами, это сказание о потомках Бхараты, лучшее из повествований, разнообразное в отношении стихов и глав, наделенное тонким смыслом и строгой последовательностью, проникнутое значением вет. Мы хотим услышать священное содержание этого сказания, которое отличается стройностью изложения и исполнено совершенство, дополнено различными шастрами и согласовано с четырьмя ведами. Составленное в ясой, чьи деяния необычайны, оно уничтожает страх перед грехом. Его во время жертвоприношения царя Джанамиджаи рассказал с увлечением и в соответствии с обычаями мудрец Вайшампайна по поручению Двайпайны. Сута сказал, «Поклонившись Ишине, изначальному мужу, которого часто призывают и высоко почитают, единственно нетленному и вечному, который есть Брахма, раскрывшийся и нераскрывшийся, несуществующий и существующий, который есть вся Вселенная, который отличен от существующего и несуществующего, создателю высшего и низшего, древнему и высочайшему, неиссякаемому и благосклонному, который сам благосклонность и кто есть Вишну, желанному, безупречному и чистому властителю чувств, наставнику всего движущегося и неподвижного, Хари. Я выскажу здесь полностью мысли великого мудреца Вьясы, чья сила неизмерима». Одни поэты уже рассказали это сказание, некоторые теперь повествуют, а другие еще поведают его на земле. Это великое знание, утвержденное в трех мирах, содержащееся дважды рожденными в подробной и сокращенной форме. Украшенное благостными словами, божественными и мирскими предписаниями, различными поэтическими размерами, оно приятно для знатоков. В этом мире, когда он без блеска и света был окутан со всех сторон мраком, появилось в начале юги, как первопричина творения, одно огромное яйцо, вечное семя всех существ, которое называют Махадивья, великое божество. В нем, как известно, подлинным светом был вечный Брахман, чудесный и непредставимый, вездесущий, тот, кто есть скрытая и неуловимая причина реального и нереального. Из того яйца возник Всевышний Брахма, прародитель и единственный владыка всех тварей. Затем произошли Сурагуру и Стхану, Ману, Ка и Парамештин, а также Прочетосы, Дакша и семеро сыновей Дакши. Затем появился 21 владыка тварей и Пуруша с душою неизмеримой, которого знают все мудрецы. Далее Вишвидевы, Адити, Васу и Оба Ашвина, а также Якши, Садги, Пишачи, Гухьяки и Питри. Затем произошли лучшие мудрецы, безупречные брахманские мудрецы и многочисленные царственные мудрецы, наделенные всеми добродетелями. Потом возникли вода, небо, земля, ветер, воздушное пространство и страны света. Затем годы, времена года, месяцы и полумесяцы, дни и ночи, в последовательном порядке. Так произошло и все другое, засвидетельствованное людьми. И все существующее, движущееся и неподвижное, что доступно наблюдению, все смешается вновь, когда по истечении юги мир разрушится. Подобно тому, как в природе разнообразные признаки обнаруживаются с изменением времен года, так и все те существа появляются вновь, в начале следующей юги. Так вечно вращается в этом мире это колесо, не имеющее ни начала, ни конца, которое причиняет разрушение всему существующему. Поколение богов круглым числом составляет 33 тысячи, 33 сотни и 33. Сыновьями Дьяус были Бригадбхану, Чакшус, Атма, Вибхавасу и Савитар, Ричика, Арка, Бхану, Ашвага и Рави. Все они также сыновья Вивасвана. Махья был младшим из них, его сыном был Девабхрадж, сыном же последнего считается Субхрадж. У Субхраджа было трое сыновей, имевших многочисленное потомство, которое хорошо известно, Даша Джиотис, Шата Джиотис и Сахасра Джиотис. У великодушного Даша Джиотиса было 10 тысяч сыновей, у благородного Шата Джиотиса в 10 раз больше, а у Сахасра Джиотиса еще в 10 раз больше. От них пошел этот род Куру, Яду и Бхараты, а также род Яяти, Икшваку и всех царственных мудрецов. Произошли и многочисленные поколения, и бесчисленны были твари и все их обиталища, откровения истины, которая тройственна, веды, отвлеченные размышления и знания, закон, польза и любовь, а также различные трактаты, посвященные закону любви и пользе, правила введения жизни, а также сказания и различные священные откровения. Все это узрел тот мудрец Вьяса, и все это, упомянутое здесь в последовательном порядке, составляет содержание Махабхараты. Мудрец Вьяса рассказал это великое знание в полной и сокращенной форме, ибо для ученых в мире желательно подробное и краткое его содержание. Одни читают Махабхарату, начиная с Ману и прочих, другие – с деяний Астики, третьи – Супаричары, иные же Брахманы изучают ее полностью. Ученые обнаруживают многообразие своих познаний, комментируя сочинения. Некоторые искусны комментировать его, другие же – запоминать его содержание. Силою аскетизма и воздержанной жизнью, разделив на части вечную веду, сын Саттявати создал это священное сказание. И тот потомок Парашары, ученый, мбрахман-мудрец Кришна-двайпайна, суровый в обетах, праведный и могущественный, по распоряжению своей матери и мудрого сына Ганги, произвел некогда Аджон Вичитравирьи трех кауравов, подобных огню. И произведя на свет Дегритараштру, Панду и Видуру, мудрый он возвратился в свою обитель к аскетической жизни. Между тем, как те кауравы родились, выросли и отправились в высочайший путь, великий мудрец Вияса поведал сказания о потомках Бхараты в этом мире народу. Вопрощенный Джанамиджаи и тысячами брахманов, он дал соответствующие указания своему ученику Вайшампайни, сидевшему подле. И тот, восседая вместе с Садасими, рассказал Махабхарату в промежутках между обрядами жертвоприношения, побеждаемый все снова и снова продолжать повествование. О многочисленности рода Куру, о благочестии Гандхари, о мудрости Кшаттри, о постоянстве Кунти хорошо рассказал Двайпайна. Величественный мудрец рассказал также о великодушии Васудевы, о честности пандавов и о злых кознях сыновей Дахритараштры. Сказания о потомках Бхараты без добавочных эпизодов мудрец Вияса заключил в 24 тысячи шлок, и лишь постольку оно называется учеными Махабхаратой. Затем он дал краткое содержание в полтораста шлок, то есть вступительный раздел о событиях вместе с перечислением глав сочинения. С этим он ознакомил сначала своего сына Шуку, потом владыка сообщил его другим своим достойным ученикам. Нарада поведал эту историю богам, а Сита Девала усопшим предкам, а Шука сообщил ее Гандхарвам, Якшам и Ракшасам. Дурьодхана – это могучее дерево, выросшее из гнева, Карна – его ствол, Шакуни – его ветви, Духшасана – его изобильные плоды и цветы, а его корни – недалекий царь Дхритараштра. Юдхиштхира – это громадное дерево, выросшее из закона, из дхармы, Арджуна – его ствол, Бхимасена – его ветви, оба сына Мадри, Накула и Сахадева – его богатые цветы и плоды, а его корни – Кришна, Брахма и Брахманы. Покорив многочисленные страны мечом и отвагой, Панду поселился вместе с отшельниками в лесу, имея страсть к охоте. Там его постигло тяжелое несчастье за убийство антилопы во время ее саития, что послужило с самого его возникновения предупреждением для партхов в их поведениях и действиях. Обе их матери, во исполнение тайных предписаний закона, получили зачатие от богов. Кунти – от дхармы, ваю и шакры. Мадри – от обоих богов-ашвинов. Когда партхи, окруженные заботой обеих матерей, подросли в обществе отшельников в священных лесах и святых обителях великих подвижников, они тогда были доставлены мудрецами к Дхритараштри и его сыновьям, как благовоспитанные юноши, соблюдающие обет воздержания и носящие на голове косу. «Эти наши ученики – ваши сыновья, братья и друзья. Это пандавы», сказав так, отшельники тогда исчезли. Увидев тех пандавов, приведенных отшельниками, кауравы и горожане, те, что принадлежали к высшим кастам, подняли от радости большой шум. Одни говорили, что они не сыновья панду, некоторые уверяли, что это его сыновья. «Каким образом они его, когда панду давно умер?» говорили другие. «Всяческий привет им, волею судьбы мы видим потомство панду, да возглашено будет приветствие», слышались отовсюду подобные возгласы. Когда же шум этот прекратился, раздался громкий глаз невидимых существ, потрясший все страны света. Палился ливень цветов, издающих приятный запах. Раздались звуки раковин и барабанов. Такое произошло чудо при вступлении партхов в город. И радостный шум всех горожан, так как они выражали свое удовлетворение тем событиям, был там настолько велик, что достигал небес, возвеличивая славу пандавов. Изучив все веды и различные науки, пандавы те жили там в почете, не испытывая ни перед кем опасений. Приближенные царя были довольны честностью Дхиштхиры, мужеством Бхимасены и отвагою Арджуны, почтительностью кунти по отношению к старшим и скромности обоих близнецов, Накулы и Сахадевы. А весь народ радовался их геройским достоинствам. Спустя некоторое время Арджуна получил среди собрания царей девушку Кришну на ее своем варе, совершив трудноисполнимый подвиг. И с той поры в этом мире он стал почитаем среди всех стрелков из лука и, подобно солнцу, был в сражениях недоступен для взоров. Покорив всех соседних царей и все великие племена, Арджуна обеспечил для царя Юдхиштхиры совершение жертвоприношения Раджасуя. И когда, благодаря мудрости Васудеевы и силе Бхимы и Арджуны были убиты Джарасанда и Чайде, возгордившиеся силою, Юдхиштхира исполнил великое жертвоприношение Раджасуя, изобилующее едою и дарами, наделенное всеми достоинствами. Дурьодхан тоже явился туда и увидел всюду почести, драгоценные камни, золото, жемчуг и великое множество коров, слонов, лошадей. При виде такого богатства пандавов его обуял великий гнев, рожденный завистью. Увидев там дворец, подобный божественным чертогам, великолепно сооруженный майей и дарованный пандавом, он стал страдать от зависти. И подскочив в смущении, когда он ступил на прозрачный хрустальный пол, Дурьодхана на глазах Васу Дэйвы был поднят на смех Бхимаю, как последний человек. Дхаритараштри же было сообщено, что Дурьодхана, когда он пользовался разнообразными удовольствиями и всяческими драгоценностями, делался унылым, бледным и худым. Через некоторое время Дхаритараштра из любви к сыну дозволил ему играть в кости с пандавами. А Васу Дэйву, когда он услышал о том, охватил великий гнев. Он был крайне недоволен в душе, но выразил одобрение состязанию и следил за игрой и за другими страшными и дерзкими плутнями. Не обращая внимания на Видуру, Бхишму, Дрону и Крипу, сына Шарадвана, он побудил кшатриев уничтожать друг друга в жестокой битве. Между тем, как в том сражении стали побеждать сыновья Панду, Дхаритараштра, услышав эту страшную весть, узнал сначала мнение Дурьодганы, Карны и Шакуни и после долгого размышления обратился затем к Санджае с таким словом. Выслушай от меня все, о Санджае, ты не должен проявить недовольство ко мне. Ты начитан в науках, умен, даровит и считаешься мудрым. У меня не было помыслов о войне, и я не радуюсь гибели рода Куру. Для меня нет различия между моими сыновьями и сыновьями Панду. Мои сыновья, склонные ко гневу, презирали меня за старость. Слепой я из-за своего несчастья и любви к сыновьям переносил все это. Я заблуждался относительно Дурьодганы, глупого и бесчувственного. Увидев во время жертвоприношения Раджасуя богатство могущественного сына Панду и осмеянный за свой растерянный вид при вступлении во дворец, он не мог перенести этого. Не будучи в состоянии сам победить Пандава в бою и не имея мужества, точно он был не кшатрий, добыть великолепные богатства, он сговорился с царем Гандхары на нечестную игру в кости. Услышь, о Санджая, все, как я узнал о том. Выслушав же мои достаточно обдуманные речи, ты узнаешь о сын Возницы, что я обладаю глазом знания. Когда услышал я, что Арджуна пронзил удивительную цель после того, как он натянул лук и сбросил ее на землю и похитил девушку Кришну на глазах у всех царей, тогда я не надеялся уже на победу о Санджая. Когда я услышал, что Субхадру из племени Мадгу увез Арджуна в город Двараку и оба героя из рода Вришни вступили в Индропрастху, я уже не надеялся на победу о Санджая. Когда я услышал, что ливень царя богов Индр был остановлен Арджуной при помощи божественных стрел и что Агни тогда был удовлетворен сожжением леса Кхандавы, я уже не надеялся на победу о Санджая. Когда услышал я, что Юдгиштира, побежденный сыном Субалы в игре в кости, лишился своего царства и его несравненные братья последовали за ним в изгнании, я не надеялся уже на победу о Санджая. Когда услышал я, что Драупади с голосом проникнутым слезами, измученную, в то время, как у нее наступили месячные, в одном платье привели во дворец, как беззащитную, хотя она и имела защитников, тогда я не надеялся уже на победу о Санджая. Когда я услышал, что добродетельные пандавы, скорбя, отправились в лес из любви к старшему своему брату и прилагали ради него всяческие старания, я не надеялся больше на победу о Санджая. Когда я услышал, что за царем справедливости Юдгиштирой, удалившимся в лес, последовали тысячи снатоки и великодушные брахманы, живущие подаянием, я уже не надеялся на победу о Санджая. Когда я услышал, что Арджуна, удовлетворив битве бога-богов Триамбаку в облике охотника, получил великое оружие Пашупата, тогда я не надеялся больше на победу о Санджая. Когда я услышал, что правдивый и прославленный Дхананжая, пребывая на третьем небе, изучал, как следует у самого Индры божественное оружие, я уже не надеялся на победу о Санджая. Когда я услышал, что Бхима и другие сыновья Притхи вместе с Вайшраваной вступили в страну, неприступную для людей, я не надеялся больше на победу о Санджая. Когда я услышал, что мои сыновья, руководствуясь советом Карны, отправились в стоянки пастухов и были схвачены Гандхарвами, но затем освобождены Арджуной, тогда я не надеялся уже на победу о Санджая. Когда я услышал, что Дхарма в облике Якши встретился с царем справедливости о вознице и хорошо объяснил ему поставленные ему вопросы, тогда я не надеялся больше на победу о Санджая. Когда я услышал, что лучшие мои сторонники были разбиты благородным Дханнджае при помощи одной единственной колесницы во время его пребывания в царстве Вираты, тогда я уже не надеялся на победу о Санджая. Когда я услышал, что Уттара, добродетельная дочь царя Матси, была отдана Арджуне, и что Арджуна взял ее для своего сына, тогда я не надеялся больше на победу о Санджая. Когда я услышал, что побежденный в игре в кости и лишенный состояния Юдхиштира в изгнании вдали от своих людей собрал войско в количестве семи Акшаухини, тогда я уже не надеялся на победу о Санджая. Когда услышал я от Нарады во время его рассказа, что Кришна и Арджуна оба они Нара и Нарайна, и что он всегда видит их в мире Брахмы, тогда я не надеялся больше на победу о Санджая. Когда я услышал, что Васудева из рода Мадгу, о ком говорят, что он одним шагом прошел эту землю, проникся всей душой интересом к Пандавам, тогда я не надеялся уже на победу о Санджая. Когда я услышал, что Карна и Дурьодгана решили схватить Кешеву и что он проявил себя вездесущим, тогда я уже не надеялся на победу о Санджая. Когда услышал я, что во время отъезда Васудевы Притха, печально стоявшая одна перед его колесницей, была утешена Кешевой, тогда я не надеялся больше на победу о Санджая. Когда услышал я, что Васудева и Бхишма, сын Шантану, стали советниками тех Пандавов, а сын Бхарадваджа отпускал им благословение, тогда я уже не надеялся на победу о Санджая. Когда я услышал, что Карна сказал Бхишме, я не буду сражаться, когда сражаешься ты, и оставив войско, удалился, тогда я уже не надеялся на победу о Санджая. Когда я услышал, что те оба героя, Васудева и Арджуна, и несравненный лук Гандива, все трое страшные силы воссоединились вместе, тогда я не надеялся больше на победу о Санджая. Когда я услышал, что в тот момент, когда Арджуна, стоявший на колеснице, был охвачен замешательством и уже погибал, Кришна показал в своем теле миры, тогда я уже не надеялся на победу о Санджая. Когда услышал я, что Бхишма, каратель врагов, уничтожает в битве по десяти тысяч колесниц, и никто из пандавов с внешностью, бросающийся в глаза, не был убит, тогда я не надеялся уже на победу о Санджая. Когда я услышал, что Бхишма, необыкновенный герой, неодолимый в бою, был ранен Партха, и после того, как тот поставил впереди себя Шикандина, я уже не надеялся на победу о Санджая. Когда я услышал, что престарелый герой Бхишма был помещен на ложе и стрел с различными оперениями, после того, как он сделан незначительными в числе сомаков, я не надеялся уже на победу о Санджая. Когда я услышал, что сын Шантану, лежащий в таком состоянии, попросил у Арджуны воды, и тот удовлетворил Бхишму, достав воду из земли, тогда я не надеялся больше на победу о Санджая. Когда я услышал, что Шукра и Сурья благосклонны к победе сыновей Кунти, а нас постоянно пугают дикие звери, тогда я не надеялся больше на победу о Санджая. Когда дрона, сражавшийся различными приемами, показывая в бою разнообразные способы применения оружия, не убил пандавов, отличавшихся большим превосходством, тогда я уже не надеялся на победу о Санджая. Когда я услышал, что наши могучие воины, сражавшиеся на колесницах, саншаптаки, назначенные для уничтожения Арджуны, были убиты самим Арджуной, тогда я не надеялся больше на победу о Санджая. Когда я услышал, что в наше войско, неприступное для других, охранявшееся, отлично вооруженным сыном Бхарадваджи, проник храбрый сын Субхадры, один прорвав ряды, тогда я больше не надеялся на победу о Санджая. Когда могучие воины все явно обрадовались после того, как они окружили и убили мальчика Абхиманью, не будучи в состоянии справиться с Партхой, тогда я не надеялся уже на победу о Санджая. Когда я услышал, что сыновья Дритараштру, убив Абхиманью, кричали, обезумев от радости, а Арджуна выказал гнев Сайндхави, тогда я уже не надеялся на победу о Санджая. Когда я услышал, что Арджуна дал клятву Сайндхави убить его и клятва была исполнена им среди врагов, тогда я не надеялся больше на победу о Санджая. Когда я услышал, что Васудева, напоив утомленных коней Дхананджая, распряг их и приведя обратно запряг их вновь и двинулся вперед, тогда я не надеялся больше на победу о Санджая. Когда я услышал, что в тот момент, когда утомились кони, Арджуны, стоявшим на колеснице, были отражены при помощи Лука Гандива все противники, тогда я уже не надеялся на победу Осенджая. Когда я услышал, что в тот момент, когда утомились кони, Арджуны, стоявшим на колеснице, были отражены при помощи Лука Гандива все противники, тогда я уже не надеялся на победу Осенджая. Когда я услышал, что Юйудхана из рода Вришни привел в замешательство войско дроны, неприступное из-за силы слонов, и двинулся туда, где были Кришна и Партха, я больше не надеялся на победу Осанджая. Когда услышал я, что Карна, напав на Бхиму, позволил ему спастись от гибели, лишь оскорбив героя словами и поддав ему концом лука, я не надеялся уже на победу Осанджая. Когда Дрона, Критаварман, Крипа, Карна, сын Дроны и храбрый царь Мадров допустили, чтобы Сайндхава был убит, тогда я уже не надеялся на победу Осанджая. Когда услышал я, что божественная сила, данная Карне царем богов, была Мадговой, сделана тщетной против Ракшаса Гатоткачи, ужасного на вид, я уже не надеялся больше на победу Осанджая. Когда я услышал, что в сражении между Карной и Гатоткачей, та сила была применена сыном Суты против Гатоткачи, который, несомненно, был бы убит в бою с Авьясачин, тогда я не надеялся уже на победу Осанджая. Когда я услышал, что учитель Дрона, один из раненых, нашел смерть на колеснице от Гриштадьюмны, после того, как тот переступил правила сражения, я не надеялся больше на победу Осанджая. Когда я услышал, что Накула, сын Панду и Мадри, среди войска вступил на колеснице в поединок с сыном Дроны и сражался с ним как равный, тогда я не надеялся уже на победу Осанджая. Когда после убийства Дроны его сын, неправильно применяя божественное оружие Нарайана, не добился уничтожения Пандовов, я не надеялся больше на победу Осанджая. Когда я услышал, что Карна, необыкновенный герой, непобедимый в бою, был убит Партхой в той битве братьев, таинственной даже для богов, тогда я уже не надеялся на победу Осанджая. Когда услышал я, что смущенный Юдгиштира не может одолеть сына Дроны Крипу, Духшасану и свирепого Критовармана, тогда я больше не надеялся на победу Осанджая. Когда я услышал о вознице, что царем справедливости был убит в битве доблестный царь Мадров, который всегда вызывал на бой Кришну, я уже не надеялся на победу Осанджая. Когда я услышал, что коварный сын Субалы, корень вражды и игры, одаренный силой волшебства, был убит в бою с Сахадевой, сыном Панду, я не надеялся уже на победу Осанджая. Когда услышал я, что Дурьодгана, без колесницы, с оскорбленной гордостью, подошел к озеру и, сдержав его воды, лежал там один, утомленный, тогда я не надеялся уже на победу Осанджая. Когда я услышал, что Пандавы, находясь вместе с Васудевой, у Ганга Храды оскорбляли моего сына, не выносящего оскорблений, тогда я не надеялся уже на победу Осанджая. Когда я услышал, о милый, что во время сражения на палицах он, очерчивая круги разнообразными способами, был нечестно убит по совету Васудевы, тогда я не надеялся больше на победу Осанджая. Когда я услышал, что сыном Дроны и другими воинами были убиты Панчалы и спящие сыновья Драупади, и таким образом было совершено омерзительное и бесславное дело, тогда я уже не надеялся на победу Осанджая. Когда я услышал, что разгневанный Ашватхаман, преследуемый Бхимасеной, пустил превосходнейшее оружие Айшика, которым он повредил зародыш в утробе Уттеры, я уже не надеялся на победу Осанджая. Когда услышал я, что Арджуна отразил оружием оружие Брахма Ширас, возгласив свасти, и что Ашватхаман отдал свои драгоценности, я не надеялся уже на победу Осанджая. Когда я услышал, что в то время, как зародыш у дочери Вираты был поврежден могучим оружием, выпущенным сыном Дроны, Двайпайна и Кешева обменялись с ним проклятиями, тогда я уже не надеялся на победу Осанджая. Заслуживает сострадание Гандхари, лишенные сыновей и внуков, а также жены вместе со своими родителями и братьями. Трудновыполнимое дело сделано пандавами, ими обретено вновь царство, не имеющее себе равного. О горе! Я слышал, что всего осталось в живых десять человек, трое от нас и семеро от пандавов. Без двух двадцать Акшаухини Кшатриев было убито в той страшной битве. Ослепление находит на меня, я как будто окутан мраком, я теряю сознание у возница, мой ум как будто тронулся. Сказав так, Дхритараштра, сетуя в глубокой скорби, лишился сознания и, очнувшись вновь, молвил Санджая такое слово. О Санджая! После того, как так все случилось, я хочу оставить жизнь немедля, и я не вижу ни малейшей пользы поддерживать ее. И тому царю, когда он говорил так, сетующему в печали, сказал мудрый сын Гавалганы такую многозначительную речь. Ты слышал, как рассказывал Двайпаяна и мудрый Нарада о могущественных царях, исполненных великих стремлений, которые родились в великих царственных династиях, о царях, наделенных добродетелями, сведущих в божественном оружии и равных по величию шакре, о царях, которые справедливостью покорив землю и совершив жертвоприношение с богатыми дарами, стяжали в этом мире славу, а затем подпали под власть времени. Это были Вайня, доблестные Махарадха, Срнджая, лучшие из победителей, Сухотра и Рантидева, Какшиван, исполненный усердия, Бахлика и Дамана, Шайбя и Шариати, Аджита и Джита, Вишвамитра, каратель недругов, могучий Амбариша, Марутта и Ману, Икшваку, Гая и Бхарата, Рама, сын Дашарадхи, Шашабинду и Бхагирадха, Яяти, вершитель добрых дел, кому при совершении жертвоприношений помогали сами боги и чьими ступами и жертвенными столбами была отмечена эта земля вместе с лесами и рудниками. Так было рассказано некогда о двадцати четырех царях божественным мудрецом Нарадой Шайби, измученному скорбью о сыне. Кроме них были некогда и другие цари, еще более могущественные, обладавшие великими колесницами, великие духом и одаренные всеми добродетелями. Это Пуру, а также Куру и Яду, Шура и Вишвагашва, исполненные мужества, Аненас, Юванашва, Какутстха, Викрамин и Рагху, Виджитин и Витихотра, Бхава, Швета и Бригадгуру, Ушинара, Шатаратха, Канка, Дули Духа и Друма, Дамбхот Бхава, Пара и Вена, Сагара, Санкрити и Ними, Аджэя, Парашу и Пундра, Шамбху и Безупречный Дева Вридха, Дева Хвая, Супратима и Супратика, Бригадратха и Махот Саха, Винитама, Сукрату и Нала, Царь Нишадхи, Сатья Врата, Шанта Бхая, Сумитра и Могущественный Субала, Джану Джангха, Анаранья и Арка, Приебхритте и Шубха Врата, Балабандху, Нирамарда, Кету Шринга и Бригадбала, Дхариштакету, Бригадкету и Диптакету, Нирамая, Авикшит и Прабала, Дхурта, Критабандху и Дридхишудхи, Махапурана и Самбхавия, Пратьянга, Параган и Шрути, Эти и многие другие известные нам их сотни и тысячи, а прочие исчисляются десятками тысяч и миллионами, Оставив роскошные удовольствия, величайшие цари, мудрые и могущественные, нашли смерть подобно твоим сыновьям. Их божественные деяния, отвага и щедрость, великодушие и набожность, правдивость, честность и прямота воспеваются лучшими мудрыми поэтами, знатоками древности. Одаренные всеми совершенствами и добродетелями, они все же нашли смерть. Твои же сыновья были коварные, воспаляемые гневом и жадные, с наклонностью к злодеяниям, и ты не должен скорбеть о них. Ты опытен в науках, умен, сведущ и признан мудрым, а чей ум следует шастрам, те и не заблуждаются. О, потомок Бхараты! Немилость и благосклонность судьбы тебе также известны у владыка мужей, и известно еще, что забота об охране своих сыновей не должна быть чрезмерной. Поэтому ты не должен скорбеть о том, что должно случиться. Кто может своей глубокой мудростью предотвратить судьбу? Никто не может переступить путь, предначертанный роком. Бытие и небытие, счастье и несчастье – все это имеет свой корень во времени. Время приводит к зрелости существа, время же их уничтожает. Время вновь успокаивает время, сожигающее существа. Именно время изменяет в мире все неблагоприятные и благоприятные чувства и мысли. Время уничтожает все существа и создает их вновь. Время проходит неудержимо одинаково для всех существ, зная, что те явления, которые уже прошли, или еще не наступили, либо происходят в настоящий момент, созданы временем, ты не должен терять свой разум. Сута сказал, об этом Кришна Двайпайна сочинил непорочную Упанишаду. Чтение Махабхараты есть благочестие, поэтому, если верующий прочтет хотя бы один стих, ему отпускаются все грехи без остатка. Здесь воспеваются святые божественные мудрецы, брахманские и царственные мудрецы, отличившиеся добрыми деяниями, а также якши и великие змеи. Здесь воспевается и вечный Господь Васудева, ибо Он есть правда и справедливость, чистота и благочестие. Он вечный брахман, величайший и неизменный. Он неприходящий свет, о божественных деяниях которого рассказывают мудрые. От того Господа происходит нереальное бытие и реальное небытие, непрерывность и движение вперед, рождение, смерть и новое рождение. Здесь говорится также о том, что почитается мистическим, заключающим в себе атрибуты пяти элементов. Также воспевается здесь и то высшее, что не раскрыто, и прочее. Равным образом и то, что лучшие изъятий, отреченных, воссоединившиеся с Высшим Духом, обладая силой созерцания и йоги, видят покоящимся в своей Души, как отражение в зеркале. Верующий человек, неизменно усердный, преданный истине и долгу, читая эту главу, освобождается от греха. Набожный человек, постоянно слушая это вступление Магабхараты с самого начала, не попадет в затруднение. Читающий из вступления на утренней и на вечерней заре быстро освобождается от всех грехов, сколько их накопилось за день или за ночь. Ведь это остов Магабхараты, правда и амрита. Как свежее масло лучше кислого молока, амбрахман лучше всех двуногих, как океан лучше всех озер, а корова наилучшая из четвероногих, как все эти выдаются по сравнению с другими, в такой же степени Магабхарата считается наилучшей. Кто, наконец, во время приношения поминальной жертвы заставит брахманов выслушать ее хотя бы один стих, того предкам та пища и питье станут неистащимы. При помощи и Техас, и Пуран можно объяснить веду. Но веда боится малосведущего, дабы он не переступил ее. Ученый, рассказав эту веду, составленную в Яссой, получает выгоду. И нет сомнения, что он сможет избежать даже греха, происшедшего от убийства зародыша. Кто аккуратно будет читать эту главу во всякий день, новолуния и полнолуния, тот изучит всю Магабхарату, таково мое мнение. Тот муж, который с благоговением будет постоянно слушать это священное писание, обретет долгую жизнь, славу и путь на небо. Некогда собравшись вместе, божественные мудрецы положили на весы с одной стороны четыре веды, а с другой одну Магабхарату. И тогда последняя по величию и весу оказалась превзошедшей веды. И из-за своего величия и важности она называется Магабхаратой, великим сказанием о потомках Бхараты. Кто знает подлинное значение этого слова, тот освобождается от всех грехов. Подвижничество безвредно, изучение наук безопасно, предписание вед соответственно каждой варни непагубно, приобретение богатства при помощи стараний непредосудительно, но они же, когда применены с дурным умыслом, становятся губительны. Так гласит глава первая в Аде Парви великой Магабхараты. 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 Магабхараты.